Приветствую, дорогие друзья! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся на улице Советская, 47, где у нас в наш дуплекс приехали клиенты. Мы хотим их сегодня поздравить, вручить сертификат на 50 тысяч рублей и вручить такой тортик и поздравить их от нашей компании. Пойдемте вместе с нами. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр. Какое у вас большое семейство. Здравствуйте всем. Компания «Стройгарант Анапа» сегодня приехала к вам в гости. Хотим вручить вам такой сертификат. Вот это на 50 тысяч рублей на покупку нового жилья своим родственникам или знакомым. И вот такую памятку мы вам даем. Все нужные телефоны для проживания нашей станицы и Анастском районе. Пожалуйста, здесь полностью все записано. Тортик такой от нашей компании вам вручаем тоже для сладкого чаепития. Спасибо. И вот такие вот... Спасибо. Спасибо большое за внимание. ...от нашей компании. Мы поздравляем вас с приобретением такого дома. Хотим услышать, может быть, какое-нибудь пожелание для нашей компании. Плюсы, минусы, что исправить. Ну, мы очень довольны, что мы вселились, наконец, в свой дом. Для нас он теплый. Я думаю, станет родным для нас. Надеемся на всякие взаимные шаги навстречу друг другу. Что если у нас какие-то будут возникать, ну, недоразумения или что-то по стройке... Все решили, все решили, все убедились на сотрудничество. И кто знает, может быть, еще когда-нибудь, через два года, может быть, с таким же тортом вы приедете к нам на новоселье. Ну, проходите на чаепитие. Пожалуйста. Александр, расскажите, а как добирались на самолете, поезде или своим все-таки ходом? Своим ходом, на газели, с ручьями. И сколько тысяч километров у нас? 3600 километров. Россию, младушку, посмотрели, да? Дороги строят, что и все равно благоустройство идет по стране. Двигаться, в общем, можно, да? Можно, можно. Видно, идут ремонты где-то дороги, но по большому счету дороги есть. Все нормально. Ну, как вам край все-таки? Сомска, ну-ка, я прохлана была там, да? Да, уезжали тепло. Ну, тепло, да. А потом мы уехали, а тут стало. Снег выбрал еще. Звонили нам, что снег выбрал. Конечно, что, климат, климат. Да, мы ее уже съездили. Ну, так, посмотрели, конечно. Ну, на Сомска съездили, посмотрели. И на черном поголосе. Молодец. Как приняла Кубань? Прекрасно. На рынок ходили? Ходила, ходили. Не, почему? Уже пошла субника свежая. Я вчера даже взял уже черешню. Рыбу. Черешню расцветлана. Ладим, собираем ее по лестнице. Рыбу покупали, вот здесь свежая рыба, каждое утро продается. Прекрасно. Молочные продукты нам нравятся. Оно какой-то вот резиной не отдает вот искусственным. Может быть, еще не научились делать искусственное молоко. Тут вот выискивали у нас некоторые люди. Недостатка. Как вот найти в стыке вы где обоев? Не нашли. Ну, это шутка, конечно. Ну, просто действительно. Ну, есть маленькие недоразумения. Там, кстати, чуть отошло. Там где-то не знаешь, как включить. Там под стеклом. Там надо подделать. Это и есть, конечно. Открывать нечего. Но откликаются. Звоним, откликаются. Мы надеемся, что... Поэтому вот я дал вам память. По тому же вы можете звонить прямо напрямую. Там все телефоны. Что касается, например, может быть, регулировка окон, еще чего-то, отопление, полностью звоните. И там сразу вам в одном течение двух, максимум трех дней это все решится. Так, спасибо компании. Спасибо за сертификацию, за внимание, конечно. Ну, мы хотим к вам все равно еще прийти позже, когда вы уже проживете, уже освоитесь, время какое-то пройдет. Потому что много наших подписчиков, зрителей интересуются, как все-таки потом, в течение, может быть, года, двух лет, да, как розыгрывание. Да, конечно, вот это все первое впечатление, это, как говорится, первое. Ну, розыгрышки, никто не знал. Надо пожить, осмотреться и все. Ну, место у вас здесь хорошее, такое, интересное. Парк недалеко, школы, все-все-все. Ну, мы и так осмотрели, для маленьких детей, для малышей. Шума мы залезли. Садик, чтобы музыкально, вот, дом творчества, школы, все рядышком, все близко. Центр, все, да. Потому что здесь оркестр у вас будет. Вегиталины, пианино, все хоть родители, внуча. Ну, вот, музыканты. Музыканты, да. Очень хорошая музыкальная школа, музыкальная школа. В памятке также есть номер телефона. И мы постарались максимумом всех таких учреждений в Гастагайске собрать в нашей памятке и, ну, чтобы дом. Ну, не знаю, правда, нет, говорят, что для детей здесь рай, что и кружки даже некоторые бесплатные есть. Не знаю, это правда-неправда, но говорят... Много разных, очень много разных. И, как бы, вроде, кажется, Гастагайска, даже порой не надо ехать в Анапу. Вроде Гастагайска тут и мужчина занимается в цирковой. Да, они как бы не очень ездят, как, прям, как цирк, но зато у него дети тянутся, они там делают всякие колесо, стойки, там, и так далее. Ну, там, для развития ребёнка. Да, байни, байни очень сильные, прям в Гастагаевской. Байники очень сильные, музыкальная школа очень сильная. Ну, как бы, много, в самой станице, то есть, никуда даже ехать не надо. Да. К шуму привыкли уже за неделю, за три дня первые было, вроде, как бы, дико, потом, а сейчас уже все. Дорогие друзья, вот у нас была такая хорошая, тёплая беседа с нашими клиентами. Смотрите за нашими новостями, будьте в курсе всех событий. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, и мы ещё позже прием, после того, как уже обживутся, пройдёт какое-то количество времени, узнать, как всё-таки после того уже оживётся. Всем пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!